Сегодня мы постараемся вам донести то, что Господь положит нам на сердце, то, что необходимо вам сказать. Посмотрите, после этой беседы каждое свое сердце. Для чего мы живем? Что надо в этой жизни главное для человека сделать? Кто для нас Господь, Спаситель Иисус Христос? Это тоже важно. И Слово Божие сегодня вам это немножко скажет. Сердце пусть немножко вострепещет. Правильно ли мы живем, поступаем, думаем, говорим. Или что-то, все, что в жизни нашей надо изменить. Вот это постараемся мы вам донести. Мы христиане православные. Мы доносим Слово Божие. Мы рассказываем о Спасителе, о Христе, о Слове Божьем, о Священном Писании, о этом живом Слове, которое помогает человеку спасти свою душу. Послание апостола Павла, евреям 4.12. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Вот это Слово Божие, которое я в руках держу, это Христос, Сын Божий. Это сказано в Евангелии от Иоанна 1 глава, 1 стих. В начале было Слово, и Слово было Бог, Слово было Бог. Понимаете? Вот я в руках держу самого Господа. И традиционный вопрос я задаю передо мной, раз еще раз спрошу. Передо мной находится христианин православный, да? Поднимите руку, пожалуйста, кто с собой взял с собой на отдых на две недели Слово Божие? Или Библию, или Новый Завет, или Евангелие? У меня есть моя мечта. Кто молитв или судьбе? Вот, в сумке лежит. А теперь другой традиционный вопрос, который я задаю, который я слушаю при адресуре. Скажите, пожалуйста, завтра у вас сегодня был? Был. И обед тоже будет? Будет. Кто пропустит обед, не пойдет? Все будет. Никто не пропускает? Нет. А о чем это я говорю? Понимаете, как мы делаем, как мы любим свое тело, как мы его леем и жалеем, греем и питаем. Понимаете? А душу свою мы не питаем. Суть поняли, о чем я говорю? Когда человек, верующий, не берет Слово Божие и не руководствуется этим словом в Священном Писании, то видите, как все направлено неправильно. Сквозняка-то нету. Какого дуя? Человек так? Не-не-не, все-все. Не-не-не. Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот из нас, кто слушает сегодня проповедь, верите в жизнь вечную после смерти, что у нас не закончится ничего, а продолжится в вечности все. В это верим. И мы должны понимать с вами все, дорогие, что это земная жизнь, это коротенькая жизнь. Приготовление души к вечности. Куда она пойдет после смерти, это все зависит, дорогие, от нашей жизни, от наших поступков. И вот Христос в Евангелии говорит, Евангелие от Иоанна 14-15, Он говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Теперь спросим о вас, сколько заповедей Он Господь оставил в Слове Своем? Десять заповедей. Но, к сожалению, большому сожалению, православные эти десять заповедей мало кто знает. Иоанн Златос говорит, если мы не знаем заповеди, мы нарушаем. Если мы нарушаем, мы согрешаем. Если мы согрешаем, мы погибаем. Извините. Погибаем. Но Господь не хочет смерти грешника, Он хочет, чтобы мы все пришли к покаянию. Покаяние – это изменение греховной своей жизни. Послание апостола Павла, Кремлен 6, 23, говорит об этих таких словах. Ибо возмездие за грех – смерть. Смерть. Вот если мы согрешили по закону Господа, мы должны все умирать, погибать. А дар Божий – жизнь вечна во Христе Иисусе Господе нашим. Господь даром это все нам дает. И в Евангелии от Матфея, в 11 главе, 28-30 стих, Он такие слова замечательные на всем говорит. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем. И найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо, и время моё легко». Во всей Библии Он 1900 раз говорит, «Придите ко мне, и я успокою вас». Но человек не торопится бежать к Господу и исправить своё сердце. Он занят своим благоустройством этой жизни, чтобы у него всё было благополучно, достатки, чтобы у него было всё хорошо, чтобы у него было идеальное здоровье, чтобы продолжать грешить. Но Господь любит нас всех и по любви отнимает у нас во многих здоровье. Для чего? Чтобы этим показать, что мы бежим не той дорогой. Мы делаем не то, что Господь говорит. Мы поступаем не так. Мы говорим не то. А значит, надо изменить себя. И вот Слово Божие в этом помогает. Слово, оно святильник. Оно освещает весь наш путь. И мы уже не ходим во тьме, понимаете, а ходим во свете. Вот если оно будет каждый день проникать в наше сердце. Откуда вы? Евангелие Атриана 5.39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне, Христос говорит». Апостол Павел говорит такие же слова примерно. Это послание Тимофея 4.16. Он говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя». Апостол Петр говорит, «Как новорожденный младец и возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти он в воскресенье». А из Ветхого Завета Иисус знает 1.8. «Да не отходит себя книга закон о пустах, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях плохи, будешь поступать благоразумно». Вот если мы не берем это Слово Божие, мы не питаем душу Слово, мы не просвещаем себя. Это вечное Слово, которое будет нас судить в последний день, дорогие. Откуда мы это знаем? И кто же из Писания? Евангелие от Иоанна 12, 46-48. Христос говорит, «И я свет, пришел в мир. Кто услышит мои слова и не поверит, я не суду его, ибо я пришел не судить мир, но спустя его. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Видите, как мы вас приводим к этому священному Писанию, чтобы вы взяли в руки священное Писание и любили его, и руководствовались им. И это просвещает наши сердца и помогает нам в дальнейшем правильно поступать, думать, говорить, воспитывать детей, менять себя. Это все поможет в это Слово Божие. Понимаете? Потому что время коротко, и оно скоро закончится. Сирах об этом и говорит. Немедли обратиться к Господу и не откладывайся дня на день. «Ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмещения». Ведь много людей погибает внезапно, неподготовленных. Писание нас всегда учит быть собранными, всегда быть готовым к встрече с Господом. А дьявол, который пройти не к Господу, он все делает, чтобы человек не спас свою душу, не был с Богом вечности, а погиб вместе с Ним. Потому что ад и место мучения приготовлено дьяволю и падшим ангелом. Понимаете? Но человек сам добровольно пойдет в это место мучения, потому что Бог нам всем дал свободу. В этой свободе мы все с вами пребываем. Если мы будем говорить добро, жить в заповедях, то мы наследуем жизнь вечную с Богом. Если же мы не будем жить по заповедям, но жить по закону дьявола, то дьявол нас обманет. Он обещает нам вот эту здесь на земле хорошую счастливую жизнь, но и здесь он обманывает нас. То мы будем обмануты и уйдем в место мучения. Все зависит от вашей воли. Но время коротко. Пока есть время, надо изучать Священное Писание, особенно верующим. Неверующий, он и так не знает ничего. Ему не надо спасения, потому что он об этом не слышал. А кто уверовал, это дорогие дары Божьи. Его коснулся сам Господь. Потому что Господь не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы мы все пришли к покаянию. Вот если я разбираю 10 заповедей, давайте спросим, какая у нас любовь с вами происходит сегодня? В данный момент. 4 заповедь, если по порядку разбираем, 4 заповедь, «Полни день собаки, свято чти, храни, шесть дней делай свои дела, а седьмой Господу Богу посвяти, и Ему одному служи». Теперь вас спрашивают, как часто мы посещаем воскресный день и бываем в Храме Божьем? Благодарим Господа. Общие молитвы, совместные. Прошение просим. Благодарение воздаем Господу. Как часто? Видите? Не часто. Значит, у нас не хватает простой любви Господней. Вот если мы любим детей своих, мы для них стараемся все что-то делать, чтобы они тут и были в достатке, чтобы у них было все хорошо. Согласны? Это проявление любви к детям. А Отец наш небесный, и мы перед Ним все дети. Он нас зовет к себе, а у нас ответной любви к Нему нет. Мы заняты своими делами, хлопотами, заботами, которые никогда не кончаются, всегда продолжаются. Сегодня одно разгребли, да? Завтра вторая навалилась. Сегодня детки заболели, и завтра сами заболели. И таких проблем всегда, во всей своей жизни, они нескончаемы. Но Господь говорит, придите ко мне, и я успокою вас. И вы будете понимать, как поступить в той и другой ситуации. Уже по-другому. Откуда мы это знаем? Вот я всем пример говорю. Вот когда мы справляем юбилеи, это мы любим. Дни рождения тоже есть у нас, да? Кого мы приглашаем? Близких, родных, друзей, знакомых, которые от них что-то мы когда-то получим взамен. Корыста любвицы мы все. Нет, не всегда. Но не всегда. Но есть такой момент у некоторых. У некоторых. Не будем говорить про всех. Хорошо, ладно. Но видите, описание нам говорит, когда зовешь кого напит, не зови друзей, родственников своих, а зови хромых, убогих, косых. Видите, уже не по Писанию. А таких мы хотим. Попробуй их пригласить, конечно. Они такие грязные, вонючие. Это такие еще упрут что-нибудь у нас. Да, видите? А вот это, говорит Господь, а они, говорит, вам награду. Если они даже и собрут с нашего дома, так это Господь попустил им. Значит, эти мы так к этому прилипились, что даже через эту вещь не видим Господа. И не видим Брежнего. Можно такое понять? Понимаете? Вот мы к вещам как прилепились. Я такой пример всем привожу. Это касается особенно сестер. И мужчин тоже касается, братьев наших. Это тоже не... Вот идем куда-нибудь на юбилей. Ну, там, хорошему другу, там, позвали нас 60 лет. Пойдем, пойдем. Надо ведь что-то ведь одеть. Нечего одеть. Шкафы открываем, оттуда все валится. Повешать некуда. А одеть нечего ведь? Да. Есть такое? Есть. Ведь вы меня в этом видели, в этом видели. Ну, что обо мне скажут? Вот перед людьми мы выставляем себя, а перед Богом нисколько не думаем. Понимаете, какой перекос у нас? И вот так вот мы и живем. Так, живем так, и у нас и есть. Может, и что-то не живем. Хорошо, хорошо. Вы смотрите в свое сердце, а потом будете задавать вопросы. Ну. Еще вопрос. Вот приходя к Господу, в молитве, и молитва – это разговор с Господом, давайте спросим опять вас, что мы просим в первую очередь у Господа? Здоровья. Здоровья. Детям благополучия, здоровья. А еще? Видите? А, это все одно и то же. Вот одно и то же люди начинают говорить. Я в очередь усовшим. Ну, усовших есть, а любовь такая, что усовших помолимся, да. Но Христос говорит в Слове Своем и учит нас. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Царства Божия и правды Его. И остальное все приложится вам. А что это? О чем это говорит нам слово? О чем? Вот давайте разберем. Ищите прежде Царства Божия и правды Его. Вот правда – это Слово Божие, которое судить будет всех. Справедливо, правдиво. Никто уже ничего не сделает, никак не оправдается. Он уже по своим делам будет свое иметь в земной жизни. И вот первое, я буду сейчас вам говорить, а вы будете соглашаться, а можете не соглашаться, право ваше. Первое. Мы должны у Господа всегда, каждый день, каждый день просить веры, надо. Веры у нас никогда с вами не хватит, той, которая совершенна любовь, которая изгоняет страх. Посмотрите, веры непростой надо просить, а веры евангельской. Евангелие – это благая весть, закрыто в этом слове, что пришел на землю спаситель, взял все грехи мира, проявился, выплечистую кровь, пошел на крест, умер на кресте за нас, за род человеческий. В третий день он воскрес, в сороковой день вознесся к Господу. Мы знаем, что он придет во второе пришествие уже не спасать, а судить род человеческий. Вот это и есть благая весть. Так значит, нам надо просить веры изо дня в день, чтобы мы из этой веры поднимались, духовно росли и по ступеньке, шаг за шагом поднимались на небо. Духовно росли, как и мы, год за годом стареем, приходим к концу, так же и мы духовно должны расти. Второе. Мы должны у Господа просить любви. И, заметьте, любви надо жертвенной просить, Христовой любви, которую он показал при своей земной жизни. Четыре Евангелия – его земная жизнь. Для чего он пришел, что он делал для людей, что он делал для меня лично. Евангелие. Значит, надо любви просить? Надо. Смирение надо просить? Надо. О кротости? Что такое? О милосердии? Да. О долготерпении? О братолюбии? Сострадание? Да. Вот, чтобы Господь очищал наше сердце жестокосердно, немилосердно, чтобы оно менялось. Вот оно сегодня камень. Она ни к чему, ни как бы, не поддается, но оно должно гореть для Бога и для ближнего. Ведь Господь недаром посылает на нашем пути со всеми с вами разных людей. Бывает, нищих пошлет. Как мы отреагируем на эту ситуацию с ним? Или пройдем и будем равнодушны, и не окажем милость, хотя мы имели возможность и дать. но мы прошли мимо и не оказали милости. Всегда Богу. Слава Богу. Если человек дает, и это тоже приписывать себе ни в коем случае нельзя. А надо вас благодарить Господа, что Господь дал мне такое сердце, что Он посылает мне человека, и я по возможности что-то делаю. Я благодарю Тебя, Господи. Велика Твоя милость ко мне. Это все Тебе, и награда Тебе, и благодарение Тебе. Так? Потому что... Дай Бог подать, не дай Бог просить. Еще раз. Дай Бог подать, не дай Бог просить. Ну да. Лучше подать, чем просить, да? А мы любим просить. Дай нам это, дай нам то, но если не ведет это ко спасению, как любящий Отец Господь Твою и нам не подает. Мы хотим, но надо добавлять в молитве, когда мы просим, а угодно ли это тебе, Господи, и ведет ли это к спасению? Не как я хочу, но как ты знаешь, Господи, чтобы это было только по Твоей воле. Вот это надо добавлять всегда в молитве. А как быть, если, значит, человек, допустим, без ноги, просто все такое, к нему подходишь, на, а эти подходят, он у них работает. Он эти деньги им отдает, а не себе. Она без разницы. Мы подали ему. Подали ему, а что подали ему? А дальше мы уже не сидим. Двое, раздарим вот эту ситуацию. Надо смотреть на этот мир открытым оком. В светильнике тела есть око. И так, если око твое будет чисто, то все тело будет светло. А если око будет темное, то все тело будет худо. Вот правильно, брат, заметил. Надо подавать с открытым оком. Вот если действительно мы видим, что вот такое беззаконие творится, что мы как бы даем этому деньги, деньги, но потом он его и забирает, он работает на кого-то. То есть мы делаем что-то не очень хорошее. Но в этом случае подать можно только или пропитание. Вот это всегда можно сделать. Если желание есть, подайте всегда пропитание. То есть, чтобы он голодный от вас не ушел. Но деньгами не всегда нужно подавать. Не всегда. Потому что у нас был такой случай. У храма всегда приходил и стоял, руку протягивал. сердобольно наши сестры выходили и всегда ему подавали деньгами. Деньгами, заметьте. К вечеру он у забора валялся. А его отнесли уже. Мы помогли ему умереть раньше времени. Мы своим добром. Это какое добро? Это нельзя делать. Надо делать только, зная, что это пойдет действительно на спасение. То есть не всегда надо подавать деньгами. Это факт. Вот другая страсть. Ребятишки с детдома ходят по благоустройке, просят ну как типа милостину. Вот кто деньги даст, хорошо, им старушка намазала маслицем, вареницем куски хлеба, все сделала. Они на двери намазали и на перила намазали и бочек и все. Вот здрасте. А вот этой бабушке будет награда, а вот им уже они будут за свои поступки отвечать. Надо за них только помолиться. Наша задача помолиться за них. Ну что делать? Такое воспитание. Теперь надо работать, работать над такими людьми, но работать некому. Мы все заняты своими делами. Детей отдаем, деду мы. Когда после войны такое страшное положение было, тяжелое такое, детей не отдавали. Сейчас все благополучные, все живут и все равно отдаем. Отдаем и отдаем. Это наше общество поражено грехом. И грех нас задавил всех. Но вот чтобы грех-то не господствовал на нас, и Писание нас учит. Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вот сын Божий, он пришел на землю, вот и пусть он освобождает от рабства греха, чтобы сатана не правил этой душой, чтобы мы освободились и были свободны, и поступали по воле Божией. Учите, учите, сами учитесь и других учите. А мы не хотим не сами учиться и других учить. Почему? Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы в вашем уповании дать отчет скротости и благоговения. Это 1 Петра 3,15. А мы не знаем, вот к нам подойдут кто-то и будут спрашивать нашу веру, а мы не знаем, что ответить. Мы не знаем не защитить свою веру, мы не знаем рассказать о своей вере ничего. Есть такое у нас? Почему? Ни хотения, ни желания. А почему это происходит? Вот это все зависит от нас, дорогие. Изучайте Писание. Вот сказано, что молиться мы все любим. Согласитесь? Мы любим, ведь когда нам плохо, мы сразу бежим. Господи, помоги, Пресвятая Богородица защити и угодникам Божьим начнем молиться. Есть такое у нас? Только держи нас, час потом уже. А когда ничего хорошо, все нам и не надо, ничего. Но сказано в притче, такая притча есть хорошая, 28, 9. Кто отклоняет ухо свое отслушание закона, того и молитва, мерзость. Видите, как интересно? Господь это говорит. Или в другой притче, 28, 26. Кто надеется на себя, тот глуп, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Кто в мудрости хочет ходить из вас? Пока мало заметно. Мы сегодня взяли Новые Заветы и, возможно, подарим вам. Если кто желает их взять, приобрести, у вас есть шанс с сегодняшнего дня начать изучать Священное Писание. Вникайте в это. Все Писание благовидохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Это 2 Тимофей 3, 16. Понимаете? Все Писание и Ветхий Завет, и Новый Завет все полезно для души. Если желание будет, возьмите, почитайте. Да, брат? Дополнить можно? Да, конечно. Мне кажется. Есть такое, может, слышали, Некрасов, Иван Савич, поэт такой, может, слышали, русский. У него есть такое стихотворение называется Новый Завет. Измученный жизнью Суровой не раз о себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил, как дышат святые звуки божественным чувством любви и сердце тревожного муки, а скоро смиряют о ней. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина и цель, и конец, и вечного сына рождения, и крест, и тернового венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черепать уроки, из них для ума и души. Некрасов. Такие вот колюты есть. Вот еще такое, по Твардовскому, это вот тоже по святотворению это заговорили. Вот сейчас у меня дочь двух ребят из детдома взяла, они вот, да, в Риньково живут, им работать нельзя, за это могут наказать как бы того, кто взял. Их к работе приучать нельзя, вот чем дело. И вот, а вот помню по Твардовскому стихотворению пусть работают в саду, приучаются к труду. Дочки тут и сыновья, что же это за семья? Это в празднике дома, а сейчас их нельзя заставлять работать. Это что такое? Это идет такое разложение семьи, понимаете, идет разложение семьи, потому что ячейка это семья, это малая церковь считается, правильно? В семье. Вот если верующий в семье, где двое-трое собраны, там и я посредине же, Господь говорит. То есть семья это малая церковь. Вот когда семья будет в обществе, в государстве, семьи крепкие, то и государство будет крепкое. А если она будет распадаться, как в России сейчас, знаете, что больше половины, больше 50% идет разводов. Знаете об этом? Что скоро этой России не устоять, потому что общество разлагается. То есть общество разращается. Семья, ячейка это таковое, она рассыпается. И это плохо. Это все идет, вот это все пропаганда, которая ведет к разрушению. И вот они что делают? Они... Это сейчас стали по чаю жить. Они, допустим, 18 лет, ямя прекращается вот это все. Их, как бы, им дают, допустим, квартиру, жилье, и приносить, и до свидания. И учиться он пошел дальше. Ему платят, очень хорошо платят. Он что делает? Допустим, учиться нужно два года. Он учится полтора. чтобы эту профессию не получить, он поступает в другое училище и опять ему снова платят. Понимаете? Какие четырех лет? Какая? Больше. Корестолюбие? Корестолюбие. Ну что делать? Я еще раз говорю, у нас все, нещипко все хорошо у нас. Потому что по грехам нам Господь и посылает нам это всего. Но что сделать? Мы виноваты. Надо смотреть в свое сердце. Каждый сначала смотрите в себя. Что плохо в моем сердце? Там, что сидят вообще с головой, они не дружат? Они, они сдружат и с головой и со всеми дружат. Но не дружат только с Господом. Понимаете? Вот все мы только не дружим с Господом. Вот это важно. Вот когда мы задружим с Господом, Господь будет менять и правительство наше, будет нам менять и начальников наших и будет, самое главное, если мы будем меняться сами. Добро. Мы должны меняться. Дополнить можно? Я сам приехал с Алтая на две недели сюда. Ну я раньше здесь жил в Покровске с братом и знакомым. Уже там 11 лет нахожусь. И там есть деревня православная, есть детский православный лагерь. Стан называется. Детский православный лагерь. Он уже существует более 45 лет еще в советское время был организован. Спират в палатках жили там при деревне. Потом постепенно сделали кельи, мазанки, можете знаете, глина с соломой. То есть каркасы и глина с соломой. Там он был летний, то есть зимой там никто не находился, а только летом дети. Приезжали родители с детьми. Было по 100, по 108, по 109 детей приезжали вместе со взрослыми. То есть очень знаменитый в свое время был на Алтайском крае. Можете узнать даже через интернет. И в чем заключается отличие этого лагеря от всех других лагерей. Во-первых, встают дети в 5 часов, приучаются к утренне вставания. В течение двух недель дети привыкают. Не думайте, что это как-то. Это наоборот, кому то рано встает, кому Бог дает. То есть есть такие поговорки, они очень переполнены в русский народный поговорки именно. Потом, что они делают? В 8 часов завтрака с 5 до 8 сперва идет молитва, чтение Евангелия от Слова Божия, с разъяснением, с толкованием святых отцов в православной церкви. То есть объясняется на детском уровне, чтобы они понимали. Потом, они немножко работают до завтрака. Что они делают? Дети у нас, например, есть Дружба 2, вот это, двухручное пиво. Пилят дрова, кто даже, начиная уже там с 8 лет, уже могут тихонечко пилить. В этом ничего сложного нет. Главное, показать, как оно и все. Потом, там, если ребенка там 4-5 годиков, он тоже у нас будет травку щипать, щепки собирать, то есть, чтобы с детства он привыкал к труду, обязательно. Вот. И потом, завтрак и до 12 часов дня они тоже так же работают. Грядки пропалывают, там, за ягодами ходим, у нас там очень много клубники, клубнику собирает. Ну и по пути все объясняется, вот это чудное творение Божие. То есть, как устроен мир, как вообще Господь все в совершенстве, как вот царь Давид говорит, и видел я предел всякого совершенства. То есть, все, что мы видим, это предел всякого совершенства. Так Господь сотворил создатель Бог наш, творец неба и земли. Вот. И после 12-ти у них уже, там у нас в час обед, у них уже отдых начинается. То есть, плавают, если сильно жарко, они 5-6 раз в день купаются, у них там бум, может, знаете, такой ходить, равновесие, это, ну, как бы вырабатывают такое очень много у нас. Потом качели, тарзанки сделаны. Так вот, когда отрываешь и летишь, обратно в столик возвращаешься. Ну, то есть, различные игры тоже так же. И в основном, конечно, очень такой труд, это ведется над душой ребенка. То есть, есть наказание физическое, без наказания еще нету. Вот в Библии прямо сказано, что если ты любишь, будешь наказывать сына. Не любишь, значит, ты никакой ты не отец. То есть, без наказания никак, если ребенок этого заслужит, конечно. Но, перед наказанием ребенка разбираем, то есть, он должен сам сознаться, что я, да, я сделал плохо. Если он не сознается, наказания нету до следующего поступка, пока свидетели не докажут, что он это сделал. То есть, наказание какое? Например, у нас положено за стол садиться ребенок, чтобы был носовой платочек. Без этого не садиться. Если он его забыл, он бежит там, в ближайшие деревья есть около 100 метров, берет, листочек срывает, обратно возвращается, все, он память пришил себе. В следующий раз он уже платочек не забывал. Это очень действенно. Потом, например, если бывает, что такие приходятся даже на самое строгое наказание, это крапива. Ее там много, она еще называлась жгучая, то здесь у нас в основном двухдонная, а там жгучая, она еще более жгучая. Само название себе говорит. Если кто-то кого-то ударил, у нас это очень резко пресекается, несколько горящих получаешь, крупилы. Но наказывается не при всех, то есть, в келье отдельно заводят и наказывают только начальник лагеря. Мы воспитатели не имеем права к ребенку прикасаться. Сказать можем, все это разбирается, выносится, и начальник лагеря уже решает, какое наказание ребенку сделать. Ну и там, конечно, в первую очередь, согласно пятой запови, почитая отца и мать твою, это относится сюда именно воспитание к взрослым, то есть, как ты должен относиться к взрослым. Уложительно, то есть, никаких там нету, что, пренебрежение какой-то ребенка, там мама что-то сказала, он там, мимо ушей пропустил, дальше свое дело делает. В Писании так написано, оставляющий отца своего, богохульник, что есть богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою. То есть, в основном, сейчас дети, как себя ведут под нашим предетам, они все подходят под проклятием, проклятием Божиим, то есть, от Бога, это на них. Почему у них потом, в дальнейшем, нет своей жизни такой благополучной, то есть, как ни посмотришь, что пьяница, наркоман, блудник и так далее, сквернослов, почему-то, с детства, это все. Потому что у тети у них, у меня они в основном все неверующие родственники. Мне с ними тяжело, а они еще удивляются, почему я с ними рядом не живу. Потому что они не молятся, сами сквернословят, курят, выпивают, но продают, но выпивают. А детей стараются, Василий, правильно, не матерись, а сама материться стоит к нему. И такие, конечно, последствия есть. У нас в лагере это запрещено. И там, в деревне православное, там можно поселиться людям, которые не пьют, не курят, не матерятся, не воруют и не лгут. Вот пять качеств, если ты докажешь, ты можешь поселиться со своей семьей. А это с кошей рядом. Мир вот этим переполнен. На лжи, вот это особенно, если сейчас со всего государства убрать ложь, оно просто распадется. Потому что все на лжи строится. Где бы ты ни работал, все везде подсовывается. Ну вот так вот, вкратце я вам немножко рассказал о детском лагере. Да, Писание нам и говорит, что не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, кто мне любит почек. Ибо похоть плотит, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Отца пребывает вовек. Это послание Иоанна 1, 2 глава, 15-17 стих. Или послание Якова, он тоже говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И вот мы вам всем говорим, примиритесь с Богом. Если вы сегодня еще не до конца познали истину, все в ваших руках. Возьмите в руки Священное Писание. Пусть этот свет проникнет глубоко в ваше сердце, и вы будете не только слышателем слово, но исполнительным. Как говорит послание Якова тоже. Будете не слышателем только обманывающей себя, но исполнительным дело. И блажен будешь в твоих действиях. То есть, пусть это слово коснется ваш сердце, и вы будете исполнять заповеди по любви. Вопросы есть у вас? Какие-то созрели? Давайте. Вот здесь стоит вот тут вот. Да. И, понимаете, в локошку смотришь, там все разбросано, и блоки разбросаны, и полы разбросаны. Но крыльцо сделать и открыть этих придут. Да, она не запущена. Мы постараемся вот подобрать, крышу покрасить, крест поставить. Мы постараемся с большей помощью маленькое крыльцо вам восстановить. Сделаем туда свободный вход. И все, кто вы будете приезжать, чтобы действительно доходили, могли взять там свечку, положить жертвам и помолиться. Сами вы могли вот все сделать, просто привезти это же три-четыре доски к крыльцу бы с вами сделали. Вот крест там вот поставить, правда, там надо что-то посереднее, крышу покрасить, что-то. Вот так красиво. Согласны, я полностью с вами согласен, вы хорошо нас обличаете, слава Богу. Новые заветы будете брать. здесь взять, почитать. Некого, Саша. Некого. Брат, можно предложить? Я вернусь. Ничего страшного. Я верую, я месяц раз скажу. А вам можно предложить интернет, у кого-нибудь дома есть интернет? Визитки я хотел вам предложить. если у кого-то есть дома Новый Завет и вы возьмете здесь, ничего страшного, вы можете кому-то потом подарить, кому-то это дать, кто-то еще услышит, нисколько это даром. Возьмите. Возьмите, возьмите. Берите, берите. Есть еще? Канал Радость моя там же выступает постоянно. Я все время смотрю. Хорошо. Я еще раз повторюсь, что верующему человеку необходимо душу питать. Ходить это одно. Вот слышите, вы не слышите, что я вам говорю? Питать душу, а душу питать надо Словом Божием. Как мы тело питаем свякими яствами, а тело, оно смертное, оно временное. Понимаете? То есть не будете? Братья, брать. А, вы взяли? Все, спаси Христос. Но нету вопросов у вас. Задавайте. Задавайте, мы будем слушать. Еще хотелось спросить на службу в воскресенье. Я не могу долго, у меня спина болит. Можно после службы прийти, свечку поставить, помолиться и уйти? Ну, лучше. Лучше сидеть. Лучше, понимаете? Там есть место, куда присидеть. Есть такое? Там просто неприятно сидеть, надо сядешь, а тут все перестовольствия она стоит. Не, неприятно в том, что вы же не обманываете, вы же по совести, что у вас спина. И Господь ведь не хочет сверхсилы вам дать что-то. То есть, Он не хочет вас насиловать. Но если у вас болит спина, по возможности постойте, сколько сможете, а потом присядьте. И лучше, говорит Ян Золотой, думать, когда на молитве стоишь не о ногах, а о молитве. А вот когда присядем, мы уже не о ногах будем думать, а будем сидеть молиться. Если я стою, а простою, потом у меня два месяца спина болит. А почему болит-то? Надо все это разобрать и анализировать. Вот почему у нас болячка эта, болячка другая. Это ведь все по грехам мы. По нашим грехам, понимаете? То есть, анализируйте все свои жизни, и все будет хорошо. И за все это благодарите. Вот за все болезни, которые нам Бог попустил, благодарите. Благодарите и благодарите. И завтра может быть что-то изменится в нашей жизни. Может и Господь облегчит наши вот эти болезни спины. Я не знаю, как будет. А может он еще усилит эту болезнь. Но вы за все благодарите. Старайтесь. Меня послушайте. Я вот вся дома в церковь. Я бы рада пойти. Я хожу туда. Я не могу там. Я захожу, с подружкой ходим, я захожу туда и все. И мне нужно быстро оттуда уйти. Как будто меня оттуда кто-то выгоняет. Я не могу там. Мы-то знаем, без все боюсь. Дело в том, что действительно, почему мы не можем в Храме Божьем находиться? Почему душа нас туда не тянет и там не имеет. Это другое. Понимаете, дух, дух другой. Вот это надо просить у Бога. Писание нас и учит такими словами. И Евангелие от Матфея, 7 главе, 7-8 стих. Он говорит, просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и откорят вам. Всякие просящие. И в другое там же у нас повозили. Слушайте, слушайте. Просящие получают, ищущие находят. Вот вы не можете стоять вместе с братьями и сестрами в Храме Божьем. Там кодят, там раздают филимян. То есть, вот это благоухание Господу приятно. А вы это воспринимать не можете. У вас голова гружится, плохо стоят, вы выходите оттуда. Это бес вас выгоняет. Бес вас выгоняет. Вот и просите, чтобы Господь изгнал из вас беса. Но он может не внутри вас, но рядом с вами, который повелевает вам. И вы рабу ему. И вы его слушаете. Не надо его слушать. Вот просите. А вы не просите. Просите. Я как бы верю не верю. Верить. Верить одно. Верить. И бесы веруют, говорят, и трепещут. А почему они трепещут? Вот скажите, пожалуйста, почему бесы трепещут? Веруют и трепещут, сказано. Почему? Объяснить никто не может. Потому что у них участь приготовлена. Они будут брошены в озеро огненное, и гореть будут в вечность. И конца и края этого не будет. Вот они этого понимают, что они заслужили. А человек не трепещет. Ну, это я в Камышлове. Таня, мы в Екатеринбурге были, на Уралмашевской церкви, в эту церковь ходили. Мне там хорошо. Я там хорошо себя вообще чувствовала. Я там не знаю. А вот в Камышлове я не могу своей церкви. В своей, в Камышлове церкви. Не знаю. В Камышлове церкви была там тоже, в Камышлове церкви у них, как бы на кладбище туда тоже ходили. Мне там тоже было хорошо. Я там ходила вообще, даже уходить было неохота. Очень было хорошо. Тоже так же право. И все. Ну, Камышлове я не могу. Вот и вы просите это у Бога. Бог ответит вам на этот вопрос. Вы спросите у Бога, почему я тут не могу? Господи, дай мне ответ. Он что-то с вами сделает. Кого-то пошлет, кто-то объяснит вам. Может, вы не любите батюшку местного? Есть такое? Я глаза не видела. Батюшку, да? Ну, как вы ходите? Ну, как? Захожу там, он где-то... А батюшка прятался как раз? Наверное, прятался. Зайдем там дальше. Печку поставлю и ухожу. Ведь мы же православные и так любим распинать всех. Какой этот плохой, этот нехороший. А я только вообще молодец. Понимаете? Нет, почему? Ну, я говорю, многие из нас православных так ведут себя. То есть мы когда будем смотреть, говорит, святые циклы, когда будем почаще смотреть в свое сердце, в свои недостатки, в свои пороки, в свои страсти, которые нам мешают зайти в Царство Небесное, тогда, говорит, нам некогда будет смотреть по сторонам. И мы не будем осуждать никого. Все мы грешные. Святые, говорит, один святой сказал, святые, говорит, посланы к святым. А грешные батюшки посланы грешными нам, чтобы мы исправлялись. Они такие же люди, они такие же грешные, они так же согрешают, как и мы. На них больше еще князья, князья дьявольские, на них наступают. Но за них надо молиться. Если что-то мы видим, что в них недостатки, молитесь за них. Сами исправляйтесь, за них молитесь. И все будет хорошо. А вы в этой церкви, да? Мы сами из Покровска, да. Но мы с отцом Игорем, с Бумаша, я сейчас работаю с отцом Игорем, с Бумаша, тут есть посылок недалеко, 30 километров отсюда. Да. Вот. Все. Ну, я доношу, я миссионер, категоризатор, я разношу, и все, а слово Божие, доношу благую весть. То есть это, у меня, как бы, благословение, все, это мы с отцом Игорь Несем, мы тоже, он тоже благословил, не переживайте. Ну, тут службов нету, просто я вас не зову, тут певчик нету, но дежурную там есть. Если хотите прийти, свечку поставить, жертву принести, возьмите в 10 часов, придите завтра и поблагодарите Господа. Просто вот я не зову вас на службу, потому что служб тут нет. Дороги грязные у нас. Да ничего, душа у нас еще грязнее. Я был там, свечку поставил, все, спрашиваю, никого нету, ну, вроде там, батюшка-нет, и мне батюшка там, вот, спрашиваю, с какого года, с какого года этот храм, а сколько лет, она говорит, не знаю, или 200, или 300, 300 с чем-то, в общем, 400 лет скоро будет, в 20-20 в каком-то году, в 24-м году, наверное, 400 лет будет. 400 лет? Храму или Покровскому? Храму, храму. А Покровскому? Покровскому. Ну, ты говор, потому что первые храмы, они сгорели, деревянные были. Вот видите, какая старинная у нас села, старое село. 400 лет были? Да. А в нижней снижкой, были как в этом церкви? Это где музей? Да, да. Где музеи там нет? Реставрировано. В монастыре морском там был? Ну, там, в Проводовском монастыре, я знаю, где, значит, натуру, подмушками, эти все, а потом не знаю, как они свои грехи заморят, конечно, но... вот видите опять, мы это видим. А куда наши ноги и ведут? Прости, нам грешно. Ладно. Хорошо, я благодарю вас, что вы послушали, уделили вам времени, потому что жертва времени, это очень драгоценное. Когда ближнему уделяешь время, успевайте делать добро. И Господь... Это не считается грехом. Они ездят, помилуют и нас. Они находят, это просто страшно. Она бежит вам на последней марке. Да, пускай ездят, пускай ездят. Вы смотрите за себя, за себя смотрите. Ну, Божьей помощи вам. Спаси Христос всех. Спасибо Господь. Спасибо. Спасибо. Еще 100 секунд. Спасибо. Ну, это только на это влияет. Спасибо.